Приветствую вас друзья на канале Чуча ТВ. В прошлых видео я рассказал о глобальных модернизациях пятого медведя, который сделал благодаря точной 3D модели, ведь на создание ее ушло достаточно много времени. Но благодаря этому я смог спроектировать разные улучшения принтера, в том числе и обдув. Для тестирования распечатал много обдув из ABS пластиков. В них же менял геометрию, углы наклона, чтобы достичь максимальной эффективности. На своем телеграм-канале 3D Help Чуча ТВ обратился за помощью к сообществу. И сразу хочу выразить свою искреннюю благодарность за активность и дельные советы в решении тех или иных проблем с 3D печатью. Кстати в нашей группе вы также можете задать любые вопросы и при этом к вам отнесутся с пониманием и уважением. Мне же было очень интересно, соответствуют ли размеры собранных хотендов у разных пользователей. И как оказалось отличия могут составлять даже миллиметры. А значит не каждому может подойти один и тот же обдув. Для объективности скачал из интернета 3 вида самых популярных обдув от разных блогеров. Самый первый оказался слишком тонким и в некоторых местах есть даже просветы печати. Но при тестировании на стакане воды мы видим, что сопло дует не на деталь, а поверх детали. И это не годится. Второй и третий обдув имеют одинаковую практически геометрию и практически одинаковые похожие посадочные места, как будто делал их один и тот же человек, но скачивал я их с разных мест. Но для их установки нужно опустить термобарьер, удлинить немного тефлоновую трубку, то есть сделать некоторые манипуляции. При этом на стакане воды мы видим, что поток не достает до сопла, а значит дальние стенки и детали будут немножко оплавляться. Что в принципе нам тоже не особо подходит. Четвертый обдув спроектировал уже я, при этом учел ошибки предыдущих. И теперь он дует в область сопла с мощностью 50%. Ну а теперь давайте поднимем мощность до 100% через меню принтера командой М106С255. И сейчас очень хорошо наглядно видно направление потока воздуха. Он достаточно мощный, дует именно на кончик нашего сопла и это правильно. С обдувом мы разобрались, но теперь нам нужно решить вопрос с заводской турбиной 5015, которая имеет очень слабые технические характеристики. Но я вам рекомендую ее заменить на вентилятор от компании Mellow Store. Он является более мощным, но в то же время не особо громким. Единственное при подключении проверьте распиновку. В моем случае нужно поменять местами плюс и минус, чтобы не было проблем с полярностью. Это легко делается прямо на самом штекере. При этом геометрия турбины полностью идентична заводскому вентилятору. Запускаем тест на скорости 100% и видим насколько мощнее он продавливает водную гладь, чем штатный. И конечно же с таким обдувом мы получим лучшую эффективность и отсутствие во плавлении на детали. Даже нет теперь особого смысла ставить двойной обдув, ведь одинарный справляется ничем не хуже. А теперь немного тестовой печати, чтобы проверить принтер в работе. Напечатал кораблики Бенча в разных масштабах. 30, 50, 70, 100% и черный 120. На всех моделях обдув справился неплохо, учитывая то, что пластик сыроват. А штатное сопло не очень высокого качества. Да и внутренний диаметр этого сопла больше на 0,1. В отличии от сопла от малого сторона, который я в принципе и заменил при печати маленького корабля. У него диаметр составляет 0,4 именно то, что нужно. При этом высота маленького корабля составляет всего лишь 14 мм, даже меньше чем 1 гривновая монета. И учитывая сложность геометрии, габариты и нависающие, это лучший тест для охлаждения. А теперь немного доработаем прошивку и изменим расположение калибровочных точек. И еще добавим пятую для удобства. Для этого переходим в меню передвижения, выводим принтер в Home, после чего передвигаем голову принтера по осям X и Y в то место, где и будет стоять наша точка. Например, вторая. И вверху с панели принтера записываем где-нибудь отдельно координаты этой точки. Точно так же поступаем и со всеми остальными, включая среднюю. В итоге мы получим сетку координат, которую с легкостью можем внести в нашу прошивку. И для этого не обязательно перепрошивать весь принтер. Достаточно внести эти данные в конфигурационный файл, залить на SD карту и прошить принтер. При этом прошивка произойдет мгновенно. А в меню панели уровней появится пятая точка для калибровки. И мы сможем калибровать наш принтер именно там на столе, где мы этого сами хотим. Раз уж мы заговорили о калибровке, давайте разберемся с проблемой кривизны стола. Многие начинающие в 3D печати допускают грубую ошибку, когда калибруют стол на холодную. В таком случае отклонения по геометрии могут быть очень большими, практически по всем углам. Но как только мы начинаем прогревать стол, например до 100 градусов, стекло начинает самовыравниваться и наши отклонения уменьшаются до приемлемой нормы. В 5 соток. Такой погрешности достаточно, чтобы получить качественную подложку. В моем случае мне попался очень даже ровный стол, но иногда попадаются кривые столы с ямой до полмиллиметра. Конечно можно поставить датчик Белтач и он поможет уложить хорошо подложку. Но вот на дне в любом случае останется горб высотой те же полмиллиметра. И тут решить основательно проблему датчик не сможет. Можно только это все решить механическим способом. К примеру добавить еще один регулировочный винт посередине стола. И для этого я зачистил немного подложку. Залил эпоксидный клей и вставил винт. На первый взгляд получилось очень монолитно, но в процессе нагрева эпоксидная смола размягчилась. Я также попробовал и полиуретановый клей, но на него также негативно влияет повышение температуры. Поэтому от клеев я отказался. В конечном результате я решил делать все капитально, так как на заводе и просверлить в центре стола отверстие. Но сперва покажу как отделить ультрабазу от стола, ведь она приклеена. А для этого нужно подключить стол к принтеру и нагреть его до 110-120 градусов. После чего аккуратно тонким шпателем пройтись по краям. А вот середину отделяем обычной металлической линейкой. После чего очистителем убираем остатки клея. Ну и в итоге получаем чистую ровную зеркальную поверхность ультрабазы и самого стола. На поверхности стола мы видим змейкой нагревательные дорожки. И ошибиться в сверлении здесь будет достаточно сложно. Ведь все прекрасно видно. Особенно когда снимаешь подложку. Когда подложка наклеена, определить будет сложнее. Но для наглядности я решил вам показать где они расположены и даже немного их расчистил. Но вам этого делать не нужно. Ваша задача просверлить отверстие диаметром 4 миллиметра между нагревательными витками. То есть в противоположном направлении от контактов отступаем от датчика 1 сантиметр. И засверливаем. А чтобы винт не выпирал делаем фаску зенкером. После чего устанавливаем на принтер и отмечаем полученное отверстие. И сверлом на 3,5 миллиметра засверливаем. Так как в отличии от штатных винтов мы будем использовать не 4 миллиметровый винт, а 3 миллиметровый регулировочный винт. Чтобы не рисковать и не сверлить больше отверстия в нашем столе. Сперва заизолирую контакты изолентой. Также не помешает текстолитовая шайба. Ну а сверху поджимаем плотно гайкой М3. И в итоге получаем надежную опору нашего стола. Штатные крепежи для ультрабазы не рекомендую. Так как они очень сильно вгрызаются поверхность стола своими шестигранниками. Лучше использовать маленькие канцелярские скобы. Но у меня к сожалению в наличии только большие остались. Но это не страшно. Переходим к монтажу. Ставим пружинки по всем опорам. А регулировать будем распечатанным на 3д принт и регулировочным колесом из пластика PESH. В которой предварительно запрессовал гайку М3. Теперь разогреем стол до 100 градусов. Ну и давайте начнем тестирование. Как вы видите друзья мы получили достаточно ровную поверхность. Особенно в центре стола. Но еще раз повторюсь. Такая модернизация нужна только в случае очень кривого стола. Если же зазор у вас небольшой, можно обойтись и датчиком BioTouch.